Всех братьев по оружию поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура! Это было новогоднее обращение заслуженной артистки России. Обращалась она преимущественно к украинцам. Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам. Сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Возможно, на самом деле это был сеанс экзорцизма. И в конце из нее все же вылез дьявол. Но нам этого не показали. Надеемся, во время записи Юля была крепко привязана. В первую очередь для безопасности окружающих. Это клинический случай во многом показателен. Это действительно этот оскал перекошенный. Это лицо русского мира. Русского мира, запатентованного Путиным и командой. История Юлии Чечериной – это история о том, как идеалы русского мира превращают молодость и оптимизм в комок ненависти. А забавных кудрявых девочек в агрессивных воинственных неадекваток. История о том, как на пике популярности сорваться на дно, всплыть обратно, назвать войну счастьем, получить прозвище «героиновая бабуля» и, как следствие, звание заслуженной артистки России. Начинала с «Курева», потом перешла на «героин». Потом, я же даже не знаю, что может быть хуже героина, честно говоря. А ведь все так хорошо начиналось. В начале 2000-х Юля была рок-звездой. Давала больше сотни концертов в год. Качала стадионы. Записывала новые песни. Снимала клипы. Ю Тулулла звучала из каждого утюга. И даже стала саундтреком к фильму «Брат 2». На вопрос, в чем сила, брат, Юля тогда отвечала еще вполне рассудительно. Когда сила достается человеку, допустим, с слабой волей, то получаются тираны, деспоты и прочая хрень. Главное условие силы – ответственность. Ответственность исчезла вместе с популярностью в середине 2000-х. Чичерина вдруг пропала со сцены. Как признается потом, оказалась не готова к жизни звезды и правилам шоу-бизнеса. Как бы так выразиться, чтобы не выругаться. Ну просто, когда я не понимала, в каком я городе нахожусь уже. Вот эти вот постоянные гастроли, 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 постоянные съемки, съемки, съемки. Ну ты вообще, как бы, много алкоголя там, мало сна, переезды, перелеты. Рушилась и личная жизнь. Отношения с бас-гитаристом группы Александром Бурым не сложились. Их совместная дочь Майя в дальнейшие планы Чичериной тоже не входила. Юля отправила ее к бабушке в Екатеринбург. Подальше от себя и от Москвы. Долгое время о вчерашней рок-звезде ничего не было слышно. В 2008-м стало известно, что отшельница Чичерина вышла замуж за архитектора Сухра Бороджабова. И у нее появилось новое семейное гнездо. Дом в форме куба с треугольными окнами. И пока дочку воспитывает бабушка, Юля воспитывает зоопарк. Больше всего у меня собака, 14 человек. У нее есть кот, собаки, конь-парус и олень-олег. Вот конь-парус и вот олень-олег. Сейчас мы его пригласим. То есть оленя зовут Олег, и он просто подходит, когда его зовут. Олег, привет! Привет! Олег! Олешка, пришел. Олешка. Юль, можно его погладить? Твою арушку. Давай отсюда. Да, сначала Юлю. Да. Ой, бог. Класс! О шоу-бизнесе вспоминает неохотно и бессвязно. На самом деле я не иду по степам артиста, я не артист. Мне некомфортно в этой среде. Там вот в чем дело. Мотивация, бабло и мирская слава. Это отвратительно. После ухода с большой сцены Юля ударилась в поиски себя и новых смыслов жизни. Ездила за ними даже на Тибет. Люди, они не понимают, что такое счастье. И теперь нужно было понять, что же это такое. Намотала 20 тысяч километров, попала в аварию. На высоте 5 тысяч метров над уровнем моря ее машину занесло. Автомобиль столкнулся с китайским бензовозом и перевернулся. Хорошая машина, мы все уцелели. Все делались легким испугом, но что такое счастье, Юля так и не поняла. Ответ нашелся в собственной стране. И тут случилась эта война. И тут-то я поняла, что такое счастье. И тут-то я поняла, что такое счастье. В 2014-м Россия вторглась на Донбасс. Аннексировала Крым. Чичерина рванула на полуостров. Вот мы подплываем к Крыму, он так близок. Та сумасшедшая крымская весна нажала на кнопку слива всего, что накопилось в однажды надутой голове. Жара и мой рок-н-ролл остались в прошлом. Певица надела фуражку со звездой и запела про Русь-матушку и Крым-наш. С тех пор в репертуаре прочно закрепились песни про войну. С точки зрения всеми забытой артистки, выбор был абсолютно правильный. Но Чичерина, похоже, и не выбирала. Все равно же я певица. Певицы, как известно, тупые все. Кремлю нужны были известные лица, которые стали бы символом русского патриотизма. Певцы, актеры, режиссеры. На особый счет становились все, кто был согласен поддерживать Путина и его войну. Почему вот случилось так, что многие артисты не поддержали, все про это говорят, да? Как раз поэтому, потому что они работают, обслуживают других хозяев. Подзабытая Чичерина прочно заняла свое место в рядах звездных патриотов. Но если для многих из них это был шанс просто остаться на плаву, то Чичерина действительно за идею. За саму идею войны. Как правляется своей мечтой? Человек буквально живет войной. И абсолютно не важно какой, не важно кто, за что и против кого воюет. Где бы ни появился российский окоп, в нем обязательно появится Тулула с гитарой. В 2016-м Чичерина выступала перед российскими военными в Сирии. Возобновился конфликт в Нагорном Карабахе. Чичерина тут как тут, подбадривает армянских солдат. «Станешь-то ты, поведешь в атаку, и зажигали их муравейники. Мы дойдем до рая, в войне сгорая, нету жертв, что окромя креста». С такой активностью певица не осталась незамеченной. В 2018-м она стала доверенным лицом Владимира Путина. Дело было перед выборами, и певица с утроенной мощью начала транслировать всю бредовую мифологию русского мира. Гражданская война, укропы, котлы. Чичерина постоянно увеличивала дозу. Там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят, то есть все негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах. Ну просто вот у них обмундирование, барахло там, они его как бы окупают или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто херачат там электриков на столбах. После поднявшейся в сети волны насмешек, это заявление певицы прокомментировал ее единомышленник, пропагандист Захар Прилепин. Попросил воспринимать ее слова как метафору. Но метафоры были неудержимы. Дальше она угрожала съесть Марка Цукерберга, признавалась в ненависти к евреям, призывала к захвату соседних государств. После пожара в Нотр-Дам-де-Пари угрожала уже французам. Пожар потушен успешно. Знаки говорят, что не все потеряно для галов. Господь не оставил их, но намекнул, что пора поправить крышу, завязывать с гомосексуализмом и не протягивать свои лягушачьи лапки к Донбассу, пока казаки вновь не повторили 1812-й. Хорошо, что героические французские пожарные сохранили бесценные свидетельства христианства. Но русские православные церкви на Донбассе разрушаются не без участия французов. Возможно, эта трагедия заставит их восстановить и наши сожженные храмы на Донбассе. Стандартный набор. Скрепность и исконно русская можем повторить. За такое в России не посадят. А метафоры уже никто и не оправдывал. Колесо абсурда крутилось дальше, и Прилепин забрал Чечерину к себе. В партию «За правду». Народное движение «За правду» претендует на власть, добивается власть и имеет право на власть. Ничего серьезного. Тусовка маргиналов. Для весомости в компанию к Чечериной актеру Ахлобыстину, музыканту Вадиму Самойлову втащили еще и Стивена Сигала. Но перед выборами в Госдуму этот цирк на всякий случай утилизировали. Сегодня грудь Чечериной увешана орденами и медалями от ЛНР, ДНР и Южной Осетии. Награды такие же липовые, как и квази-государства, которые их выдали. А в цивилизованных странах Чечериной не место. В Украине ей светит пожизненное. За незаконное пересечение государственной границы, за соучастие в преступлениях России против Украины, за посягательство на территориальную целостность и надругательство над флагом. В марте 22-го Чечерина вместе с оккупантами сорвала украинский флаг создания мэрии Энергодара. Русским город от этого, конечно, не стал. Но русским духом запахло прилично. За время оккупации город энергетиков превратился в настоящий ад и пыточную. А на певицу с марта объявили охоту. Мой калифорнийский друг Зак предлагает 50 тысяч долларов за голову Чечериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга. Журналист Сергей Иванов. Но Юля рисковая. Когда адреналин в крови смешивается с патриотизмом и запрещенными веществами, страх, очевидно, пропадает. Конечно, использование откровенно больных людей для агитации и пропаганды – это не только негуманно, но и крайне неэффективно. Но Россия готова палить из любого оружия, даже если оно Чечерина. Юля ездит к солдатам, участвует в парадах, развлекает друзей Кадырова, спускается в шахты. Ведь на большую сцену доступ по-прежнему закрыт. Куда такую пускать? На сцене артисты блещут нарядами и сверкают улыбками. Чечериной и войне на голубых огоньках не место. Максимум где-то в глубинке выступить перед свежемобилизованными. Так что ее творчество достается в основном Донбассу. Она снимается в пропагандистских видео, поет где придется, в любой дыре. Часто абсолютно бесплатно. Чечерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянке – это успех. Не каждому покоряются такие вершины. Юля, если предложить зрителям стопку водки и соленый огурец, их станет немного больше. Заодно помяните больше ста тысяч погибших в Украине российских солдат. Тех, кого вы так отчаянно вдохновляли на войну. Там очень много крутых людей, и многие из них уже погибли. А помните, после афганской войны пацаны во дворах затягивали песни про цинковые гробы? Юля, кто-то уже должен, наконец, спеть про черные пакеты? Кому, как не вам, знать об их количестве? На войне, как на войне, в хорошей жизни смерть в войне. Желательно, конечно, спеть на большой сцене. Ведь вас туда, наконец, позвали. Встречайте, Юлия Чечерина! В конце сентября Чечерина снова надрывала связки в Москве, прямо на Красной площади, во время концерта-митинга в честь незаконной аннексии части украинских территорий. Компас, пусти меня в окоп, и в руки дай потертый автомат. А уже в октябре певица попала под персональные санкции Евросоюза за пропаганду войны. Тогда же Путин присвоил ей звание заслуженной артистки России. От полного забвения до новой славы певица шла 20 лет. И пришла, благодаря войне. Подумать только, всего лишь на одной ее истории можно проследить историю деградации всей страны. Вот так они все друг друга заслужили. Чечерина. Звание. Россия. Чечерин. Ура!